Добрый вечер, кто нас смотрит в записи, тем доброе утро или день. Мы сегодня будем говорить о методике избавления от эмоциональных блоков и блокирующих программ. Я сейчас объясню, что это такое, как это работает, с чем это едят. И наше сегодняшнее занятие, оно подразумевает ваше участие тоже, тех, кто слушает нас в прямом эфире. Потому что мы будем сегодня делать упражнения и смотреть, как практически можно применять все то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Итак, начнем с того, что мы с вами говорили в самом начале наших встреч, что весь мир создан единой силой, единым творцом. Нет ничего в мире, кроме этой силы, единого творца, который управляет всем миром и обеспечивает все мироздание всем необходимым. И каждый из нас и все, что нас окружает, это лишь проявление божественности. Ничего абсолютно другого в мире нет, ни одной молекулы, которая бы не являлась проявлением божественной реальности. Теперь творец создал нас, людей, с правом выбора. И это право выбора заключается в том, что либо мы выбираем его и все, что с ним связано, либо мы пытаемся выбрать что-то другое, что является, скажем так, виртуальной реальностью. Это всегда проигрышный вариант, потому что тогда таким образом мы себя заключаем в такую отрезанную реальность, виртуальную реальность, которая не связана, скажем так, с реальной реальностью божественности. И это нас очень сильно ограничивает. То есть мы, по сути дела, отрезаем себя от максимального контакта с божественной реальностью, от которой мы получаем, частью которой мы являемся и от которой мы, по сути дела, получаем, черпаем нашу жизненную энергию. И тогда мы становимся как цветы в вазе. Вроде бы цветы стоят в воде и получают воду, но они все равно постепенно увядают. Слава Богу, человек увядает гораздо медленнее, чем цветок, потому что наша связь с творцом, она гораздо сложнее, чем связь цветка с водой. Вот поэтому мы увядаем, дай Бог, дольше, но все-таки увядаем. Это увядание, как мы с вами уже много раз говорили, в виде депрессивности, тревожности и так далее. Мы об этом говорили, кому интересно. Можете посмотреть наши предыдущие встречи. И в результате вот таких неправильных выборов, неправильного выбора в каждой отдельной ситуации или неправильного понимания ситуации в силу нашей ограниченности, потому что мы все-таки ограничены в нашем понимании, не все понимаем. В то время, когда наши мамы были нами беременны, мы тоже воспринимали мир и делали какие-то выводы, очень часто делали эти неправильно. Опять же, в силу ограниченности возможности понимания того, что происходит вокруг. Вот эти неправильные выводы, они создают так называемые эмоциональные блоки и иногда даже целые эмоциональные блокирующие программы. То есть это такое собрание блоков, которые создают целую такую программу в отношении чего-либо в нашей жизни и блокируют нас. Что значит они нас блокируют? Это значит, что они ограничивают нас талантов, возможности обучения, познавания и так далее. То есть возможности духовного роста, конечно, ограничения любых других видов развития нашего, вплоть даже до физического иногда бывает. Теперь, как я уже сказал, что вот эти эмоциональные блоки, мы их приобретаем на разных этапах нашего развития. Я скажу вам даже больше, чисто из своего опыта. Я знаю, что люди очень часто тащат с собой блоки даже из своих предыдущих воплощений, каких-то воплощений своей души. Это видно во время регрессионной терапии. Вот. И приведу вам несколько примеров, если я о них уже упоминал. Прошу прощения, но я просто не помню, когда и где я о чем упоминал. Итак, одна из сфер моей деятельности, у пар у которых есть проблемы с зачатием ребенка или с выношением беременности, очень часто если женщине помочь понять эмоционально-духовную первопричину этой проблемы, то есть, по сути дела, другими словами, найти блок или систему блоков, блокирующих программ, которые в данной области женщину блокируют, то, слава Богу, она рожает здорового ребенка. У меня в практике уже больше сорока таких случаев, слава Богу, удостоился я. Вот. И когда работаешь, чаще всего где-то, можно сказать, 90-95% случаев это то, что мне встречалось, это были блоки именно у женщин. У мужчин тоже бывают свои проблемы. Чаще всего, если проблема такая существует у мужчины, ее сложнее решать, она более емкая, часто затрагивает уже какие-то физиологические нарушения. Вот. А у женщин все связано эмоциональность, физиология, анатомия и так далее. Так вот, один из первых случаев, когда я занимался женщиной с проблемой выносить беременность, была молодая женщина до 30 лет, она уже много раз была беременность беременна, и, к сожалению, эти беременности, не про кого будет сказано, срывались на определенном этапе. Вот. И когда мы с ней через регрессию попытались понять, в чем первопричина, то она вернулась в момент, когда ее мама была беременна ею. Это было 4 месяца беременности. Мама была очень молоденькая, ей было там 18 лет, и она вдруг поняла, что она все-таки беременна на четвертом месяце. Вот. И это ее дико испугало, потому что советская реальность была такова, что, значит, молодая пара жила с родителями мужа и с дедушкой и бабушкой мужа в одной комнате. Вот. Я всегда говорю, что это я вообще не понимаю, как они там умудрились забеременеть, но факт остается фактом. И когда молодая женщина узнает, что она беременна, она понимает, что единственное, что там не хватает в этой комнате, это вот моворожденного ребенка, она дико не хочет сохранять эту беременность, идет там на всякие уловки и хитрости женские, чтобы попытаться от нее как-то домашними способами избавиться, но ничего ей не помогает. И в конце концов она рожает вот свою дочку, которая, вырастя, пришла ко мне со своими проблемами забеременеть. Теперь, когда мы начинаем выяснять, как отреагировала вот эта вот будущая девочка на то, что делала мама, у нее, у девочки зафиксировался сильный испуг. Программа, что самое страшное, что может случиться в жизни, это беременность. Как вы понимаете, когда она выросла, вышла замуж и захотела родить ребенка, то у нее начались сбои, потому что программа работала. Я всегда объясняю, что это как вирус в компьютере, то есть его никто не видит, его невозможно потрогать, но вот он существует на виртуальном уровне и мешает вот уже непосредственно физическому компьютеру работать и выполнять свои функции. То же самое происходит с нашим, с нашей жизнью, с нашим телом, с нашими эмоциями, то есть со всеми нами такими сложными. Вот. Вот. Когда мы, слава богу, с этой женщиной проработали эту программу, то она мне через 10 месяцев прислала смс, спасибо за все, я вчера родила девочку. Слава богу. Вот. Теперь в раннем детстве, когда нам кажется, что ребенок вообще ничего не понимает, ребенок тоже может очень сильно травмироваться, опять же, в силу ограниченности своих возможностей, понять, что вокруг происходит. Допустим, если родители там очень часто громко выясняют отношения, оскорбляют друг друга там, заявляют о том, что они хотят развестись или высказывают свое недовольство тем, что у них все-таки родился ребенок, ребенок этого очень может испугаться. И, опять же, это может потом всю жизнь сказываться на его жизни, на качестве жизни и даже на его физическом здоровье. Например, приведу вам пример о том, как вот у меня тоже был случай, когда женщина пришла ко мне, у нее были дико ужасные отношения с матерью. Самые такие яркие примеры, которые вот у меня были в моей практике. очень много примеров, но то, что я привожу, на мой взгляд, максимально наглядно. Вот. И дикие отношения были постоянно скандалы. Вернее, не мать с ней скандалила, а она с матерью. Она ко мне пришла и говорит, я не понимаю вообще, из-за чего я скандалил с этой святой женщиной, которая всю жизнь посвятила мне, не вышла замуж, чтобы, как бы, мне не помешало ее замужество. И растила меня сама, и сама зарабатывала. Там, отец их оставил, когда мать еще была беременна. Вот. И она говорит, у меня дикие приступы гнева и злости в отношении матери на ровном месте, и я не понимаю, почему. И когда мы с ней начали выяснять, то выяснилось, что она вспомнила ситуацию, когда ей было там 3 месяца, по-моему, или 4 месяца. И она была у мамы на руках, и мама стала класть ее в кроватку, она начала капризничать, а мама ее начала отвлекать какими-то игрушками, погремушками. Она отвлеклась на них в это время, мама там ушла делать свои дела. И в этот момент она рассказывает от имени девочки, моя пациентка, что я осознаю, что эти игрушки, они не живые, они не могут меня защитить, они не могут, как бы, мне помочь, если вдруг что-то случится. А вот. И у нее от этого, значит, начался сильный страх. Она посмотрела в сторону света, там в окне, видела свет, солнце, и увидела, как солнце вот, видимо, уже заходило за раму оконную. Она говорит, я пыталась, значит, пыталась, значит, двигаться, как бы, заглянуть за раму оконную, на моем-то ребенок. Раму и вывод, который она сделала, что даже вот этот источник света, там, солнышко меня тоже бросило. Да, то есть я вообще никому не нужна, и вот меня все бросают. И я с этой женщиной работал, когда я была уже где-то под сорок. Она несколько раз пыталась устроить свою личную жизнь. Все отношения у нее разваливались, к сожалению. Когда мы с ней проработали вот эту программу, во-первых, когда она это поняла, у нее был вот такой выплеск эмоциональный. Она говорит, вот из-за этого я как бы обижалась всю жизнь непонятно на что, на свою маму и вообще на весь мир. Вот. И когда мы с ней проработали вот эту вот травму, да, которая для многих пока что-то что-то травматичное, ну, положила мама ребенка в кровать, ну, солнышко зашло за раму. Вот. То, как бы, слава богу, ее жизнь гораздо очень сильно изменилась в лучшую сторону. Разумеется, наладили соотношения с матерью. И она вышла замуж, слава богу. То есть всегда спрашивают вопрос так, что нельзя ребенка положить в кровать, если он капризничает. Можно ребенка положить в кровать, потому что мы никогда не знаем, как ребенок отреагирует, и как бы жизнь идет в своем череду. Но невозможно идти на поводу у детей, можно другие проблемы при этом заработать. Это вот в раннем детстве, да, пример. Теперь я уверен, что каждый из вас вспомнит какую-то ситуацию в своей жизни. Приведу вам пример из детства. Мне рассказывал мой учитель, Раф Свирский, что когда он был мальчиком, ему не очень нравилось там заниматься в школе на труде, что-то строить. Там ему было не очень интересно. Ему говорили, ты безрукий, и вообще все руки выросли не из того места, из которого надо. Он всегда считал, что вот он безрукий пока. Там уже, наверное, лет после 20 он стал заниматься мануальной медициной и краниосакральной терапией. Это техники, при которых нужно ощущать такие тонкие изменения и движения в теле человека, что как бы не каждый может это ощутить. И он был одним из ведущих специалистов, можно сказать, мирового уровня в этой области. То есть, на самом деле, у него руки были то, что надо, дай Бог каждому. Но просто у каждого есть свои интересы, а люди очень любят ставить такие печати на других. Если ты не такой, как ты, и не интересуешься тем, чем я, значит, ты какой-то не такой. Значит, ты немножко недоделанный. Да, и начинают выносить свои вердикты. Значит, мы сказали, во время беременности, в раннем детстве, в младенчестве, в детстве, отрочестве, юности, могут возникать тоже проблемы в юности, разумеется, когда очень сложный период, когда молодой человек или девушка развиваются физически, эмоционально, сексуально. И подростки очень чувствительны в этом возрасте к критике извне, критике и мнению сверстников. И очень часто могут травмироваться, да, от какой-нибудь глупости, которую скажут там в школе или во дворе другие дети. Вот, и, например, я занимался с одной женщиной, которой были проблемы тоже наладить свою личную жизнь, создать семью. И мы вышли с ней, она была очень преуспевающей программист в Израиле на тот момент, это было уже, не помню, лет 17-20 назад. И она, в принципе, симпатичная женщина, приятная очень, как бы, непонятно, но вот почему вот у нее не получается найти свое женское счастье. И когда мы стали разбираться, мы вернулись в то, что там она с девочками прыгала через резиночку или через скакалку. И что-то она не так сделала, и те девочки, которые с ней вместе были, значит, они проиграли что-то. Ну, в общем, какая-то ерунда такая детская, детская, минутная какая-то такая ситуация, когда другие девочки на нее рассердились. И ей сказали, что она неуклюжая, и вообще ее никто не захочет замуж. Ей было лет 12, наверное, когда они вот прыгали через эту резиночку. И это настолько ее испугало и травмировало, потому что, видимо, эти девочки для нее были авторитетом. Вот. И настолько ее травмировало, что вот очень глубоко засела эта травма в ней. И настолько, что она вот была полностью уверена, что у нее явно никогда не получится. Она даже не пробовала как-то строить отношения, искать кого-то. Вот. И если она осознанно и подсознательно делала, может заинтересоваться. Теперь, почему это происходило, она не понимала, то есть она забыла эту ситуацию. Вот. И можно сказать, опять же, ну что, ну какая глупость, ну как, ну вот. Вот так. Вот так наши эмоции, у наших эмоций нет логики. Но они могут влиять, и очень сильно влиять, и влияют. И сегодня вы все почувствуете, каким образом они на вас влияют, эти эмоции. Теперь мы говорили, что весь мир устроен создан творцом. Творец создавал из себя же наш мир и нас с вами. И в мире есть один из ангелов, которого создал творец. Это ангел нашего негативного начала. Это не противоборствующая сила. Он не противоборствует творцу. Он является его проявлением. Он у него в полном подчинении, этот ангел. Вот. Но его функция, этого ангела, постоянно создавать нам ситуации, в которой у нас будет возникать сомнений, в которой и создавать нам возможность ошибиться. Да. Потому что если бы у нас не было этого права на ошибку, то мы были бы просто биороботами, которые бы вот функционировали, как хотели. Творец хочет, чтобы мы выбирали поступать так, как он хочет. Как он, творец, хочет. Вот. Ангел должен нас как бы постоянно провоцировать. Вот. И об этом нужно знать, что это просто работает у ангела, и он полностью подчинен творцу. Вот эти вот программы, эти блоки, они создают, они работают и продолжают создавать внутри нас определенные убеждения и мировоззрения, которые, как мы уже говорили, влияют на, очень часто, очень глубоко влияют на многие аспекты нашей жизни. И вот сейчас мы с вами будем говорить о том, а как же вот вообще понять, что влияет и каким образом на мою жизнь из моих эмоций, да, и какие эмоции являются негативными и блокирующими. Итак, как избавиться от этих негативных эмоций? Ну, приготовьтесь, мы сейчас будем заниматься уже непосредственно, будем делать наши упражнения. В первую очередь, сформулируйте для себя, с какими своими эмоциональными трудностями вы бы хотели сегодня разобраться, что бы вы хотели изменить, какие-то ваши эмоциональные реакции на что-то, неприятные переживания, какие-то негативные эмоции, да. Например, я приведу пример, а потом каждый будет делать то, что он почувствует. Например, очень часто одно из самых распространенных таких проблем, с которыми люди обращаются, это какое-либо проявление низкой самооценки. Да, то есть, например, человек считает, что вот он не способен, у него не получится, ему не дано. Да, и такие люди обычно прозябают, они даже не начинают, не пытаются что-либо начинать, чтобы не провалиться. И не почувствовать вот эту сильную боль, провала. Так вот, я вам сейчас приведу пример, конкретный пример. Покажу по всем этапам, как работают с этой эмоцией, а потом мы сделаем общее упражнение, где каждый будет вот по той схеме, как я сейчас говорю, и буду повторять ее во время упражнения. Каждый будет пытаться вот преобразовать свою эмоцию. Итак, например, низкая самооценка, как мы уже сказали. Подумайте о факте того, что вот вам кажется, что вы, у вас низкая самооценка, вы чего-то недостойны, вам чего-то не полагается, вы ограничены в своих возможностях. Вот подумайте о чем-то конкретном, например, что вот, ну, то, что мы сегодня говорили, человеку сложно устроить свою личную жизнь или найти работу или наладить отношения уже в существующем, существующем браке, или там с детьми, или с друзьями, родственниками, с соседями, неважно с кем. То есть вот вам кажется, что пренебрегают, или вас не уважают, или на вас вообще не обращают внимания. И можно сфокусироваться в моменте вот этих размышлений на своих эмоциональных переживаниях в теле. Прошу прощения. То есть где в теле вот эти переживания, что мне не полагается, или там, что я вообще недостоин и так далее. Нужно, для того, чтобы это лучше почувствовать, можно сделать расслабление. Есть люди, которым достаточно легко это сразу почувствовать, вот где это переживание. Потому что когда вы вспоминаете о каких-то эмоциональных переживаниях, то мы устроены, что сразу вы ощущаете, где этот эмоциональный файл находится в вашем теле. Да, и в этом теле вы начинаете ощущать какое-то часто неприятное или даже негативное ощущение. Люди чувствуют боль, или чувствуют даже какое-то там удушье, или еще что-то такое. Не нужно бояться. Потому что человеку кажется, что я сейчас отдохнусь, или боль будет такая, что я не смогу ее выдержать. Это вот как раз вот работа вот этого ангела, которому мы с вами говорим. Воспринимает Творца все те блага, которые он хочет нам дать. Выбирать воспринимать эти блага. И поэтому можете сказать, что да, я чувствую что-то неприятное, но я не боюсь и продолжаю свою эмоциональную работу ради того, чтобы избавиться от этих неприятных ощущений. Когда человек прочувствует, где в теле происходят эти переживания, он может задать этому ощущению вопрос. Зачем мне нужно переживание? Зачем мне нужна низкая самотыка? И часто ответ, который идет от этого блока, от этого эмоционального неприятного негативного ощущения, разновидностей сейчас приведу несколько. Так что там ты ничего не стоишь, поэтому я у тебя существую. Ты никто, или ты вообще там никто не стоишь, или ты никогда себя ничего не проявляешь, поэтому мое существование абсолютно оправдано. Ты никому не интересен. Или же, например, может вообще как бы блок не отвечать вам, тогда его можно спросить, а что будет, если тебя не будет? И тогда он говорит, что если мне не будет, я же тебя защищаю, я тебя как бы ограничиваю, а если мне не будет, то ты станешь уверенным в себе, а все уверенные, они наглые. Человек может получить такие посылы от родителей, учителей, от взрослых, от кого-то в детстве или в юности, что вот тот, кто уверенный в себе, открытый человек, он наглый. А наглым быть плохо. То есть абсолютно неправильная информация. Наглый или грубый, или хам. То есть тебе не стоит этого делать, потому что ты проиграешь от того, что будешь уверен в себе. Теперь нужно не путать уверенность в себе и гордыню человека. Когда человек как бы считает себя достойнее других, а других ниже себя уровнем, что вот его нужно уважать, а другие недостойны уважения, это уже гордыня, это неуверенность в себе. Как раз всегда обратная сторона страха провала. То есть человек таким образом пытает себя как-то поднять относительно других людей. А уверенность в себе – это спокойное чувство своего достоинства, что я хороший, я чего-то стою. И как бы человек, который знает о том, что есть Творец, и каждый из нас является наша суть. Это наша божественная душа. И каждая божественная душа, она божественна. То есть суть каждого из нас, она божественна и совершенна. И нам нужно просто жить по принципам, с помощью которых мы будем соответствовать и резонировать со своей душой, со своей сутью. И тогда мы будем ощущать гармонию, которую мы будем излучать в мир, и мир нам будет отражать эту гармонию. Так вот, когда человек имеет внутри себя какой-то блок, который каким-то образом ему не дает эту возможность, возможность ассоциировать себя и резонировать со своей сутью, со своей душой, то вот создается вот эта вот низкая самооценка, комплекс неполноценности и так далее. Я встречал такие акции, что вот уверенных людей боятся, с ними не хотят иметь дело, потому что вот они непредсказуемые, они опасные. То есть, как бы вот до такого даже. Или там ваш блок вам скажет, вот даже если у тебя что-то получится, а потом опять не получится, тебе будет очень больно. Поэтому лучше вот сиди и не дергайся, не вякай. Вот. Разумеется, нужно преобразовывать эти блоки, эти программы. Следующий шаг – это спросить у блока своего, когда и в какой ситуации он появился. То есть, нужно определить для себя, когда и где появился этот блок, когда вы его приобрели в своей жизни. И как бы, когда вы фокусируетесь на блоке, то опять же ассоциативно у вас начинает всплывать какая-то информация, которая вам показывает ситуации или вы что-то вспоминаете, в которых вот вы приобрели этот блок. Теперь для того, чтобы это вспомнить, опять же, стоит фокусироваться на ощущениях в теле, которые соответствуют местоположению вашего блока. и тогда вот вы начинаете вспоминать, либо вспоминать ситуации, либо они вот просто всплывают, ситуации, которые вы не помните, но вот они, как бы, эта информация, то есть вы, по сути дела, открываете файл и смотрите, а когда тебя вообще установили в моем эмоциональном компьютере, в какой ситуации и для чего. Это может быть, как я уже говорил, одна какая-то очень травматическая ситуация. Теперь она травматическая, степень ее травматичности не зависит от логики нашего понимания и принятия этой травматичности, то есть как вот пример серединочки, на девочки сказали и сказали, и что. Вот. Это так повлияло на жизнь человека или вот одна женщина мне рассказывала, что у нее был первый неудачный брак из-за того, что когда-то уже в 10 классе она, во-первых, себя считала гадким оттенком, хотя очень эффектная, красивая женщина. И ее подружки сказали ей, ну ты, наверное, вообще последний из всех выйдешь замуж. Поэтому она быстренько поспешила выйти замуж за первого встречного, чтобы всем доказать, что она первая выйдет замуж. Разумеется, этот брак распался там через несколько месяцев. Но ничего хорошего, конечно, он не принес в жизни этой женщины. Вот. Еще больше ее травмировал. Опять же, кто-то может сказать, ну вот девчонки скажут какую-то глупость. Я не согласен, а она вот отреагировала так. Каждый из нас реагирует, как реагирует. Логики в этом нет. Теперь, когда вы увидите, где и в какой ситуации вы приобрели этот блок, то нужно поработать с этой ситуацией. То есть, например, если это маленький ребенок или ребенок повзрослее, или подросток, юноша, девушка, поговорите с этим образом, поставьте его перед собой. То есть, это уже такая немножко из системы гештальт. Мы сейчас возьмем методики. Поставьте перед собой этот образ этого мальчика или девочки и поговорите с ним, скажите, что вот мы с тобой одна душа и ты мое прошлое, а я твое будущее, и ты часть меня. И я вот сейчас пришел из будущего с Божьей помощью. Хочу помочь тебе правильно прожить эту ситуацию. И во-первых, кто участвовал в предыдущих занятиях, когда мы учились ощущать присутствие Творца, да, почувствуйте это присутствие Творца и передайте этому образу. То есть, представьте, что вы просто излучаете на него этот божественный позитив, кто не присутствовал на наших занятиях, изучал какие-то системы медитативные, системы визуализации. Представьте себе какой-то приятный нейтральный позитив, он всегда божественный, обычно и опять же его спроецируйте на образ вот этого ребенка из вашего прошлого. Кстати, иногда приходят образы не выглядящие так, как мы выглядели в нашем детстве. Это может быть просто образ ребенка какого-то или вообще даже тень. Человек говорит, я вижу, что вот эта тень какая-то, как бы тень человека, тень ребенка, подростка. Это неважно, что. Можете вспомнить иногда у человека вот эти временные рамки, они ассоциируются с какими-то фотографиями, которые человек помнит из своего детства. Реще, которые можно использовать для одного и того же. теперь когда вы спроецировали на этого ребенка свет творца, любой позитив, вы можете сказать, что вот есть творец, всемогущий творец, который тебя очень любит, который создал тебя для того, чтобы тебя любить и давать тебе то, что тебе нужно и помогать тебе во всем. И пропустить на него свет, любовь, любые другие проявления божественности или знакомым вам позитивом, нейтрального. И обычно этот образ принимает этот позитив и как бы расслабляется. Важно, чтобы этот образ интегрировал в себе этот позитив и тогда большая часть напряжения какого-то начинает уходить, преобразовываться. Ну, если образ не принимает позитив, то с ним нужно будет поработать, то есть там нужна уже будет профессиональная поддержка, помощь в проработке такого блока. Вот. Когда образ принимает этот позитив и как бы расслабляется, то очень хорошо как бы там обнять этого ребенка или взять его за руку. Если вы чувствуете, что он еще как-то не уверен в себе или чего-то боится, можете представить, что вы ему даете какой-то подарок, который ему бы очень хотелось иметь. Например, я всегда советую людям тот ребенок там жил несколько десятилетий назад или одежду какую-то красивую очень современное платье для девочек просто как раньше только принцессы такие наносили. Или игрушку, которая очень обрадует этого ребенка. Что-то дайте ему в подарок, что его очень порадует и еще больше раскроет его эмоционально. Когда ребенок это почувствовал, возьмите его за руку и почувствуйте, что вы вместе с ним получаете Божественный Свет, бесконечную поддержку Творца. И нужно и можно и нужно спроецировать, что вы вместе спроецировали это на ту ситуацию, которая вызвала травму ребенка. То есть, допустим, в ситуации с девочками, прыгающими через резиночку, значит, на всех этих девочек пропустить свет вместе с девочкой, которой вы были в том возрасте, вместе и попросить Творца еще поддержки тоже пропустите туда вот это божество. Те фигуры, которые были источниками негатива и создателями, помощниками в создании блока, либо они принимают этот свет и абсолютно по-другому начинают воспринимать ваш образ и образ вас в детстве, либо они как-то тушуются, либо они как-то растворяются, то есть как бы идет позитив и человек чувствует, что он позитивно влияет и изменяет ту среду, в которой он был травмирован. Вот. И это очень важный шаг, вот нужно укрепить вот это ощущение, поблагодарить Творца, что Творец дает возможность подобным образом вам преобразовать себя, улучшить себя, благодарить Творца как следует за этом. Если это конфликт, который был, допустим, с родителем, родители за что-то ругали, критиковали ребенка или учителя, то точно так же можно пропустить на них вот этот позитив божественный. Очень часто бывает, что образ взрослого, родителя, учителя или неважно кого, который участвовал в травматизации, в создании блока, он не реагирует на первичные вот эти проявления позитива и даже каким-то образом закрывается от этого. Это чаще всего бывает в результате сильной обиды вашей. То есть вы как бы не отпускаете этот образ, чтобы он преобразовался, потому что подсознательно вам хочется вот с ним разобраться максимально и даже наказать, отомстить очень часто, если это было, не дай бог, какое-то там насилие. со стороны данного образа. Вот. И тогда в такой ситуации, когда вот начинает буксовать преобразование, можно опять же уже себе и себе маленькому, да, себе ребенку, подростку задать такой вопрос. Посмотри, а почему этот человек, который тебе нанес травму, почему он так, почему он так себя вел, почему он не воспринимает божественные какие-то преобразующие проявления. Очень часто ответ на это, что этот человек, он сам по себе несчастен, это его боль, и вот из-за той боли, которую он чувствует, ему хочется отомстить всему миру, вот поэтому он там чинит какие-то пакости, или это то видение, которое, например, там вот родители как-то воспитывали, допустим, жестко там, применяя физические наказания ребенка, по отношению к ребенку, и это было их мировоззрение, они считали, что они делают максимально правильно и хорошо, там не рассказывали, как одна женщина, как она была девочкой, ее мама била по рукам розгами, в вазе стояли розги, и мама ее била по рукам розгами, если она там неправильно играла на фортепиано, или ставила ее на колени на гречку, то есть, ну, просто издевательство, пытки, да, но мама считала, что таким образом она вот воспитывает ребенка, чтобы ребенка была усидчивость и так далее, то есть, разумеется, мама не хотела делать плохо ребенку, но у мамы не было других инструментов, она не понимала, как по-другому это нужно сделать, в силу того, что, может быть, по отношению к ней тоже так поступали, то есть, такая цепочка ошибок, да, тогда это нужно объяснить ребенку и вы, ваш детский образ начинаете более снисходительно относиться к этому человеку, потому что несчастный человек, он не понимал, что он вытворяет, тогда проще как бы его преобразовать становится, но есть разные другие хитрости, я сейчас не смогу вас там за короткое время этому всему научить, это целая наука, целое искусство, но все это возможно. Источник нашей травмы очень важно также еще потом объяснить человеку по ближе уже к концу сессии этой психотерапевтической или с вам у себе объяснить что само событие которое нас травмировало там реакции других людей оно на самом деле было просто неправильно интерпретировано и травматично вонято и лишь поэтому оно нас травмировало и создало нам блок и исказило для нас реальность то есть само по себе событие оно нейтрально что бы ни происходило в нашей жизни само по себе событие оно абсолютно нейтрально и лишь наша интерпретация дает ту или иную коннотацию этому событию и очень часто когда люди прорабатывают какой-то блок из своего детства и потом возвращаясь домой например разговаривать со своими родителями говорят а вот ты помнишь как ты меня избивал розгами по рукам за то что я плохо играла на фортепиано родители очень часто говорят я вообще не помню что такое было то есть они настолько не придавали этому значения а может быть и даже что-то такое похожее было а ребенок настолько в своем воображении как бы усилил травматический эффект и значимость и грандиозность происходившего что ему кажется что как такое можно забыть а родители говорят я действительно не помню такого то есть то насколько на нас влияет любая травма эмоциональная зависит лишь от той коннотации которую мы даем происходящему и интерпретации то есть все зависит от нас то есть если мы смогли исказить то мы же сможем и исправить с помощью это всегда нужно помнить что все можно исправить абсолютно все можно исправить очень важно это помнить но вот давайте сейчас сделаем упражнение оно будет гораздо быстрее чем объяснение разумеется желательно чтобы вы сели удобно кто хочет может лечь только пожалуйста не засыпайте лучше не садиться кто не 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 уверен в себе ему кажется что он может заснуть тогда лучше встаньте вот чтобы чтобы не уснуть можно стоя тоже делать упражнение тоже очень эффективно итак закройте глаза скажите себе что всемогущий бесконечно добрый творец здесь и сейчас почувствуйте как через вас идет божественная приятная энергия свет любовь у кого есть какие-то другие наработки медитационные используйте их почувствуйте комфорт позитив заполнитесь этим позитивом я сейчас вам в принципе даю как бы такой сценарий работы да потом можно его ускорять дни для делать все что вам удобно так прочувствуйте это позитив заполнитесь им почувствуйте что вы можете его излучать даже этот позитив и заполнять им пространство вокруг вас и сейчас скажите себе что я хочу сейчас заняться преобразованием вот какого-то своего эмоционального блока то есть какой-то информации внутри себя которая меня блокирует в чем-либо в моей жизни решите для себя чем вам хотелось сейчас заняться преобразованием какой эмоции если кому-то сложно решить и понять что это за эмоция то попросите вот пропускать через себя свет попросите творца творец укажи мне на то место в моем теле где находится какая-то эмоция с которой мне нужно сегодня позаниматься и преобразовать ее вот достаточно быстро эффективно как учебный процесс и вы можете почувствовать внутри себя или увидеть своим внутренним зрением какую-то часть которая вот часто она либо в ней какое-то неприятное ощущение либо затемнение либо она горячая холодная то есть ну вот какая-то она вот нестандартная и не очень приятная если это отклик на ту задачу которую вы себе поставили очень хорошо если вы не знали с какой эмоцией вы хотите работать и вот произошел вот этот отклик эмоциональный то спросите что это за эмоция спросите ее зачем она вам нужна что она для вас делает то есть для чего вам ее чувствовать если она атакует вашу сущность то есть вас пытается обидеть внизить или наоборот говорит вам что вы какие-то там несовершенные то в этой части что моя сущность это божественная душа неотъемлемая часть творца и божественная душа она всегда совершенна я хочу вот жить в реальности в которой я буду резонировать со своей сущностью со своей божественной душой и поэтому ты блок как часть меня сейчас не реагируешь не резонируешь с божественностью я хочу просто тебя преобразовать ты часть меня я хочу просто чтобы ты выполняла другую функцию не ту которая меня блокирует а наоборот ту которая меня раскрывает соединяет меня с божественной реальностью раскрывает мой божественный потенциал как души пропустите там много много света в эту часть если она преобразуется очень хорошо если нет то спросите ее тогда где в какой ситуации я тебя приобрел или приобрела пусть она вам ответит увидите эту ситуацию смотрите ее смотрите сколько вам было лет когда она с вами происходила эта ситуация и потом покорите самим собой вот в прошлом скажите себе что мы с тобой одна душа ты мое прошлое я твое будущее и вот творец мне сейчас дал возможность с тобой встретиться к тебе для того чтобы помочь тебе правильно прожить ситуацию в которой ты находишь пропустите образ ребенка подростка божественный свет обнимите ее почувствуйте единство с этим образом смотрите что он наполняется светом что он оттаивает этот образ и когда это происходит то этому образу очень рады что он правильно воспринимает реальность соединяется с этой божественной позитивной реальностью и после этого посмотрите на те персонажи или на те явления которые привели к тому что вот в том прошлом вы создали себе блок то есть либо это какие-то процессы либо это какие-то личности пропустите на них тоже божественный свет на происходящее на участников на те образы которые принимали участие в данной ситуации смотрите как они реагируют если они реагируют хорошо позитивно то есть преобразовываются по-другому начинают относиться к вашему образу в прошлом очень хорошо если нет то тогда посмотрите почему они так поступают что ведет к тому что они так себя сами ведут если если у вас сейчас не получится сможете потом это сделать или опять же можно обратиться за помощью профессиональной камней кому-нибудь другому и посмотрев преобразовав образы участников пропустите на них много много света смотрите какое сейчас у вас есть ощущение в том месте в котором был ваш блок либо он преобразовался полностью либо частично либо очень сильно преобразовался но есть какие-то остатки то есть с этим совсем нужно продолжать работать до полного преобразования теперь очень часто бывает что люди говорят вот вроде бы я поработал с блоком чувства ушли а потом через какое-то время опять вернулись самом деле они не опять вернулись просто вылезли более глубокие слои этого блока преобразованный блок никогда не возвращается вылезают более глубокие слои которые нужно преобразовать если вылезут еще опять преобразовать то есть иметь терпение набраться терпения преобразовывать обязательно вас получится преобразовать потому что блок он конечен он блокирован сам от себя он блокирован от жизненности у него нет подпитки кроме того что вы его сами подпитываете своими эмоциями всплесками страхами тем что вы его боитесь вы его подпитываете как только вы его не боитесь и прорабатываете его он все время идет на убыль пока полностью не преобразуется это зависит от того сколько усидчивости и терпения, вы готовы проявить для того, чтобы избавиться от этого блока. Очень хорошо, если блок ушел полностью или частично, это уже достижение. Благодарите Творца, что он вам помог, что вы вообще сегодня получили эту возможность, осознали, осознали и прочувствовали свои возможности, силы избавляться от этих блоков. Поблагодарите Творца об этом. И очень хорошо, я сейчас буду считать с одного до пяти, вы плавно выйдете из состояния расслабленности, весь приобретенный опыт останется с вами, он будет укрепляться, развиваться, способствовать тому, что вы будете все больше и больше чувствовать свою гармонию, будете чувствовать приближение к совершенству с Божьей помощью. И так, один, два, три, вы плавно выходите из состояния расслабленности, четыре и пять. Очень хорошо. Хорошо. И скоро мы с вами попросим наших организаторов, чтобы они включили микрофоны. вот. Но пока вот вы еще в таком состоянии расслабленности, хочу вам сказать, повторить, вернее, что блок, он только является, он результат неправильной интерпретации и восприятие события или процессов, которым мы были участниками. Нас всех наполняют подные блоки, всех у нас очень много, вот. Но у нас нет цели их все проработать. У нас цель заниматься их проработкой. И это подвластно каждому. То есть каждый может это сделать. И нужно понимать, что эти блоки, они не истина. И они не ваша суть. Ваша суть – это божественная душа, гармоничная, совершенная. Блоки, являющиеся искажением реальности, они не ваша истина. И они, разумеется, не определяют нашей сути, потому что они не затрагивают нашу душу. Это вот то, что в каббалистической традиции называется клепот. То есть какие-то кожуры, такие шкурки, которые закрывают нам реальность и не дают воспринимать ее в полной мере. Мы сами можем управлять течением своей жизни в результате того, что те блоки, которые нам мешают, мы будем преобразовать и таким образом уменьшать негатив в моей реальности каждого из нас. Как я уже сегодня говорил, мы с вами говорили, что все блоки мы преоблилили в прошлом. Все вот эти установки, вот эти неправильные программы, они все из нашего прошлого и, как мы говорили, иногда даже из прошлых воплощений. Еще раз повторю, очень важно запомнить, понять, как бы внять тот факт, что блок это неправильное восприятие реальности и преобразовывая эти блоки, мы по сути сами определяем свою жизнь, становимся сотворцами великого бесконечного всемогущего, бесконечно доброго творца, который создал весь мир и мы вместе с ним преобразовываем мир в позитив. Вопросы? Включайте пожалуйста микрофоны по очереди для тех, кто хочет задать вопросы. Не стесняемся и не теряем время. Если кто-то хочет задать вопросы, это надо сделать сейчас. Спасибо. 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 Я думаю, будет много вопросов. Обычно бывает много. Ну, хорошо, есть возможность подумать и спросить в следующий раз. Тогда мы на этом заканчиваем. Большое спасибо всем за участие, за внимание. Можно вопрос, если услышите? Да, пожалуйста. Вот насчет вы говорите прорабатывать какие-то проблемы. Это вот совсем надо вот так работать. Например, с каким-то чувством вины, которое гложет много лет. Это то же самое? Конечно, конечно. Конечно. Чувство вины обязательно подобным образом прорабатывается очень эффективно. Понятно, что с первого раза иногда не все приходит. Надо делать постоянно, да? Разумеется. Даже не то, что постоянно, просто регулярно этим заниматься и тогда вина преобразует. То есть если вы где-то спотыкаетесь, значит, вам нужна помощь профессионала и вас проведут через сложные места. регулярно вероятно имеется ввиду, что по мере необходимости не то, что сделать это образом жизни. Регулярно я не говорю, что нужно бросить все в жизни и заниматься только этим. По мере возможностей, если вы будете уделять хотя бы несколько минут в день, это уже будет очень хорошо. Если вы можете больше, ради Бога. И пока еще вопросы. По-другому, да? Что-что? Пока легче не делается постоянно или каждый день делать как медитации. Просто пока не почувствуешь облегчение, наверное, да? Разумеется, пока не слышу. Есть такие подходы, в которых делается то же самое, но не задействуется то, что мы с вами делали эмоциональность на уровне ощущения в теле, да? Чисто вот так логически человек рассуждает, уже от этого человека легче станет, потому что чем больше мы проговариваем свою проблему, тем нам становится легче, то есть мы ее как бы выговариваем, мы выпускаем из себя эту негативную энергию. Я вам сегодня показал подход, которым можно очень глубоко и очень основательно и эффективно проработать по сути дела любой блок. Потому что блоки более поверхностные, которые можно логически от них освободиться, а более глубокие блоки, в которых очень сильно эмоционально сидит потрясение или травма, с ними нужно заниматься конечно. более глубоко и серьезно. Вот когда например говорят психосоматикам, что это значит и что с этим делать? Когда какая-то проблема раньше реагировал у меня сразу живот и это уже лет 7 у меня длится. Я даже может быть не волнуюсь, но у меня организм наверное к этому привык. Ну вот смотрите, это как раз если человек понимаете творец дает нам вот эти проблемы для того, чтобы он не дает нам проблем, он дает нам как бы вот эти намеки в виде дисгармонии каких-либо эмоциональных, чтобы мы обратили внимание на данную сферу и соединили соединили нашу эмоциональность через которую творец с нами общается с наш логикой, которая дает нам физически на физическом уровне проблемы. Это говорит о том, что человек видимо пропустил этап каких-то эмоциональных намеков слышно, и для того, чтобы человек уже понимает, начинает проявляться уже даже на физическом уровне. И тогда, если человеку становится больно, то есть тут уже человеку не удастся открутить и начинать с этим делать. Теперь делать можно по-разному, пути есть разные, на мой взгляд, из моего двухлетнего опыта, на мой взгляд, это один из самых эффективных путей. Я никогда не отталкиваю и не отрицаю возможности сочетать разные пути, пожалуйста, кому что помогает, кто к чему предрасположен, но заниматься обязательно надо. И психосоматика это как раз проявление, когда уже идет, приведу такой пример, который часто привожу, что если у человека с потолка капает в кастрюлю с супом, вода протекает, то вместо того, чтобы лезть на крышу и смотреть какие проблемы, то есть идти к сути, человек берет и заклеивает эту течь, вода на чердаке собирается, и человек начинает капать на подушку, и человек не может спать. И человек говорит, да, лучше бы не капало в кастрюлю, хотя бы ночью бы спал. Суп был бы водянистый, но я бы спал, да, то есть если человек не понимает намеков, то ему объясняют так, что он все равно понимает. кстати, на мой взгляд, один из принципов правильного воспитания ребенка, то есть ты воспитывая ребенка, прививая ему какие-то навыки и понятия, должен очень аккуратно, мягко, но все равно как бы доводить свой посыл до того, что ребенок все равно его воспримет. Иначе это не воспитание, а просто дребезжание рядом с ребенком. Вот. То же самое так нас творец воспитывает, что если ты не поняла, вот сейчас у тебя болит живот, значит уже займись собой, уже отнесись серьезно, нам кажется, ааа, переждет. Нет, не переждет, видишь, уже болит живот, то есть уже психосоматика, то есть такое психосоматика с психологического эмоционального уровня уже перешла на телесный уровень, то есть мы куда дальше уже, не дай бог, дожидаться еще каких-то более страшных проблем. Ну, паси бог, ни в коем случае. Еще вопросы? Все, тогда спасибо, до следующей встречи, всего самого доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok